ЛИПХЕР ЛР-13000 В мире всего 5 таких кранов И сегодня мы посмотрим 2 из них У нас на все про все 2,5 часа Что к чему, обзор, поехали! Итак, прежде всего, где мы находимся? Многим на самом деле это будет даже интереснее, чем рассказ о каком-то там кране Но тем не менее, о самом большом в мире Прямо сейчас за нами первая в Турции атомная электростанция Естественно, пара интересных фактов Соглашение о строительстве было подписано в мае 2010 года Потом началась подготовка и изыскательские работы А в апреле 2018 года началось само строительство В основе этой станции 4 энергоблока С реакторами типа ВВЭР-1200 Мощность каждого 1200 мегаватт Общая мощность 4800 мегаватт После ввода в эксплуатацию всех 4 энергоблоков Электростанция планирует вырабатывать 35 млрд кВт-ч электроэнергии в год Это около 10% электроэнергии Турции О, вот еще интересный факт 27 июня 2011 года в Анкаре состоялось тестирование турецких абитуриентов По физике и математике Специальный технический персонал, а также управляющий персонал для этой станции Начали готовить еще тогда, 11 лет назад Так вот, самый интересный факт Что первый набор состоял из 50 человек То есть набирали всего 50 студентов А заявок было подано 9 180 человек на место И прямо сейчас, в пиковой, так сказать, мощности строительства На этой станции работает 27 тысяч человек Что к чему? Посмотрим все-таки на кран Небольшая рекламная пауза Спускаемся и посмотрим на кран Ребяшки, знаете ли вы, что час парковки автомобиля в центре Москвы Стоит 450 рублей А целый месяц звонков интернету у оператора Yota на 51 рубль дешевле? Вот смотрите 350 минут безлимит на Yota 35 гигов интернета и безлимит на приложение Это 399 рублей в месяц Скорость 5 мегабит в секунду Если вдруг вы качаете терабайты данных Смотрите видео в Ultra HD Для вас то же самое Но на максимальной скорости 570 рублей в месяц Или 1 час 15 в парковке в центре Москвы А вообще у Yota много классных штук Например, конструктор Который поможет создать лично ваш тариф С точностью до минуты и гигабайта А в Питере, кстати, где мы сейчас находимся На 399 рублей можно стоять целых 4 часа в центре города Но все-таки месяц звонков интернета Явно выгоднее Специальную ссылку уже внизу однозначно рекомендую И продолжаем Ребятки, знакомьтесь Липхер LR13000 Самый большой кран в мире Вот это вот, посмотрите Вот это Одна только левая гусеница этого крана Прошу сюда Размером с вот этот 6-осный кран Грузоподъемностью 100 с лишним тонн И теперь мы поднимаем голову наверх Это все Липхер LR13000 В тени этого крана В его тени паркуются пикапы и погрузчики Вот еще интересно Это кран Вы видели, да? А вот это вот Вот это И вот там вот еще вот то Это все балласта для этого крана Каждая весит 25 тонн То есть, чтобы этот кран Заработал в полную силу, в полную мощность Нужен этот балласт А чтобы поставить его Нужен еще один кран И как минимум вот такой Пятиосный Который помогает нацепить дополнительный балласт И после этого кран может поднимать Те самые несколько тысяч тонн Которые он может поднимать Но давайте вернемся к тому С чего начали Несколько самых интересных фактов Красавец, правда? Поехали Итак, Липхер LR13000 Это самый большой в мире И самый мощный Самоходный гусеничный кран Также на самом деле известный Как кран традиционной конструкции Первый такой кран был достроен И сдан в эксплуатацию Ровно 10 лет назад В 2012 году Его купила нигерландская компания MAMUT Эта компания специализируется На погрузках нестандартных И экстремально тяжелых грузов Тот первый кран отправили На строительство нефтеперерабатывающего завода В штате Индиана, США С тех пор такие краны работали много где И честно говоря Каждый его, так сказать, служебный выезд Это тема для отдельного большого обзора Вот кадры погрузки нефтяных платформ в Мексике А это работа крана в порту Бремена Где LR13000 загружает на баржу опоры Каждой длиной 87 метров И весом 940 тонн И вот вам конкретный пример Про работу этого крана Вот эта вот конструкция Мы думали, мы были уверены Что это ее постоянное место Судя по ее размерам и по ее весу А вес 400 тонн Но оказалось, что вот эта вот деталь Она называется внутренняя защитная оболочка ВЗО Она будет перемещаться Как раз вот этим вот краном Когда будет достроено Вес 400 тонн Отсюда, вот с этой вот позиции Прошу сюда Вот туда вот Это второй энергоблок Строится Но повторюсь, вес 400 тонн И для него это, честно говоря, ну такой Небольшой груз Первый LR13000, который желтый, стоит вот там вот, был развернут в августе 2019 года С его помощью на первом энергоблоке смонтировали корпус атомного реактора 25 сентября 2021 года, то есть год назад, ровно год назад, смонтировали вот этого красного красавца LR13000, который до этого находился в Италии И его сюда доставили морем И тут у многих вопрос Как это доставили морем? Все очень просто Этот кран максимально оптимизирован для транспортировки Конструкция разбирается на составные части Каждая весом не более 70 тонн А противовесы, вот эти вот, да? Весом 25 тонн Они вынимаются, как вот карты из колоды И перевозятся в обычных 20-футовых контейнерах И тут еще одна интересная цифра Стоимость перевозки крана с места на место варьируется от 1 до 2 Или даже больше миллионов евро Это только перевозка, а его еще потом нужно собрать Еще несколько интересных технических цифр Вот сейчас технари будут в восторге Грузоподъемность крана, самое интересное 3000 тонн А это, на минуточку, вес трехподъездной пятиэтажки 1200 Land Cruiser 200, а также, внимание, самая интересная цифра 2255 639 Nokia 3310 Почему бы и нет? Вес самого крана, но со всеми балластами То есть, включая вот эти вот все штуковины 3500 тонн И, конечно, важнейшая особенность этого крана Это наличие гусениц То есть, даже с закрепленным на стреле грузом Весом в 400 тонн, а то и больше Он может перемещаться по площадке Но, естественно, не поедет куда угодно Под него тут выложена вот специальная трасса Но, тем не менее, в пределах вот где-то сколько здесь? То есть, метров 100-150 он ездит без проблем Ну, а теперь, мы надеемся, самое интересное Это будет не просто статичный обзор Специально для нас вызвали оператора этого крана И сейчас мы поднимемся наверх И, возможно, даже попробуем что-нибудь на этом кране сделать Поднимать тоже, скорее всего, ничего не будем Потому что он поднимает крайне редкие только по спецзаданиям Но как он работает, возможно, увидим Поехали! Привет! Привет! Меня зовут Петер, да? Да Очень приятно, что ты встретишь Ты выглядишь как крана самостоятельно Да Ты из Холландии, да? Нет, я из Ингландии Из Ингландии? Да Найсо После этого мы идем Да Как долго ты работаешь здесь? Мы сейчас здесь за один год на работе Угу Я работаю за 25 лет 25? Да Как долго это было, чтобы научиться, как оперировать крану? Да Это одинаковое оперативное системе, как все другие краны Вы нужны специальные лицензии или позволения, чтобы оперировать каждые 30 тысяч? Нет Нет Это самая крана лицензия Вы просто должны быть опытом и тренировкой Просто идти и оперировать, да? Да Отлично Так, после тебя? Да Там стены на двоих сторонах Есть доступ к этой стороне и доступ к другой стороне Я думаю, что многие технари начнут нас ругать, почему мы не рассказываем про это Про то Ну, мы ограничены во времени, скажем сразу Нам дали совсем чуть времени То есть люди на работе Покажем самое интересное Это кабин, да? Да Это оперативный кабин У тебя есть туалет здесь Да 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 Да, самое популярное вопрос о кране Не Не Нет, мы не имеем туалет Мы берем пикапу и идем в офис То есть это не так широко? Да Нет, нет, мы просто идем Не как у людей на тренировке Не как у людей на тренировке Аэр-кондиционер систем Да Да Это не как у людей на тренировке Да, это на тренировке Я имею в виду Я имею в виду Это оборудование 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 Да Да А сейчас Не каждый день, да? На тренировке На тренировке На тренировке На тренировке На тренировке На тренировке Они как Годжилла Да, они очень легкие Эти большие машины Они очень легкие Все, что нужно сделать Это просто Сделать конкурсы На тренировке Это Либер краны Они прекрасные Спасибо большое Спасибо Спасибо Возвращение О, вау Как вы его убили? Просто идите на газостанцию Да Какого? 50 литров? Да, да Мы только используем премиум Ты лучше получишь Дискант карты Да Да У нас много пунктов Как долго стоит Убрать 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 2 недели Какие украны Убрать 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 Спасибо 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 Здравствуйте Еще раз Огромное спасибо, что нашли время Вопросы немножко бытовые Но тем не менее Очень хочется узнать на них ответы Мы на самом деле снимали обзор крана Вкратце про объект Почему находится здесь В чем, так сказать, сложности Если они возникали И что вот интересного Касательно география Расположения В двух словах сказать Почему мы находимся здесь Это очень сложно Во-первых Это самая сейсмобезопасная зона В Турецкой Республике Второе Это площадка Которая Была определена Еще 50 лет назад Здесь Предварительно Должна была быть Атомная станция Которую должны были построить Наши коллеги из Германии Да Но у них это не получилось Поэтому Когда встал вопрос По необходимости строить Атомную станцию Нам просто передали то Что было ранее выбрано Отчетом Изысканием Подтвержена безопасность Площадки И эта площадка была выбрана Есть ли понимание Хотя бы примерно Сколько техники Работают на стройке В единицах У нас порядка Восьмидесяти башенных кранов Которые работают И на вспомогательных зданиях На основных зданиях На реакторном Я не говорю только Об еще Автомобильных кранов Высокой грузоподъемности Порядка Их у нас еще Порядка 100 штук А вот эти вот Два LR13000 Они правда нужны В количестве двух штук Это уже отдельные краны Это скажем Наши уникальные краны Ну одно Могу сказать Что кранов таких В мире пять Два из них У нас на площадке С 19-го года Работал один кран С 21-го года Работает два крана На площадке Все крупногабаритное Оборудование В гермозоне Начиная с корпуса Реактора И парогенераторы И главные циркуляционные Трубопроводы И главные циркуляционные Насосы И другие мощные Конструктивы Мы монтируем Этим краном Много ли россиян Работают на объекте? Россиян? Ну Русскоязычных Русскоязычных Да 80% У нас приходится На турецких Специалистов Это строители Инженерные Состав Механизация 20% Это все Национальности В основном 15% Русских И 5% Все Азербайджанцы Туркмены Латыши Украинцы Белорусы Скажите А как взаимодействуют Разноязычные Так сказать Сотрудники На площадке Не каждый раз Переводчиков зовешь? Не каждый В первый год Коллеги работают обычно Через переводчиков На руках Со второго Года нахождения на площадке Все начинают работать На эмоциональном уровне Они понимают По улыбкам По жестам По губам Где-то общие слова Знакомые Которые в быту встречаются Которые на стройке Ну языковой барьер Он как таковой есть Но он только для официальных Переговоров В обиходе и в стройке Нам хватает уже того багажа Который Такой Интернациональный Русско-турецко-английский язык Еще один вопрос Если вот Студент Физик Математик Пятый курс Хочет попасть к вам На стажировку Или может быть даже Устроиться на работу Какие Есть ли такие вообще возможности? Конечно Главное желание было Желание Есть желание Есть у нас Специальная И коммуникация Для этого выстроена У нас есть специальный И сайт Через который он Может обратиться Найти контактные лица К кому обратиться Высказать свое желание А дальше Желание И его Собственно Способности Поддержим С удовольствием Все реально? Реально Понятно Спасибо вам большое И удачи Спасибо всем Приветщики Огромное спасибо что посмотрели Два года Мы мечтали снять для вас Обзор Липхера LR13000 Но немцы То одно то второе Короче говоря не получалось А тут вдруг раз Приехали и посмотрели Сразу две штуки С удовольствием Почитаем ваши комментарии Самый большой Блин такой он высокий а И самый мощный кран в мире Привет из Турции Увидимся Пока